Финальной игрой китайской серии Тверского Динамо стал поединок с аутсайдером чемпионата ВХЛ команды Цэнг Тоу из города Цзилинь, который прошел 30 октября на льду СК Юбилейный. Как завершилась встреча, расскажем прямо сейчас. Первый период не получился ни у одной из команд. Динамовцы, бесхитростно исполняя роль хозяев, чаще бросали по воротам соперника. Но этого было явно недостаточно, чтобы ставить серьезные вопросы перед обороной и вратарем Цэнг Тоу Даниилом Яковлевым. В свою очередь, китайская команда создала подобие острого момента у ворот Георгия Кузнецова перед сиреной на перерыв. Однако счет остался прежним. 0-0. Ну, уже третья игра серии. Усталость сказывается, конечно. Потом мобилизировались. Стали лезть на ворот. Надо выигрывать сегодня. Второй период начался веселее. За звонким отскоком от штанги ворот гостей последовал бросок в перекладину рамки Георгия Кузнецова. Счет был открыт на 26-й минуте. Не выглядевший опасным проход Максата и Браева. Завершился щелчком от борта и шайба юркнула между щитков вратаря Динамо. После гола настроение первого периода полностью покинуло площадку. Команды затеяли обоюдно острую игру с обилием бросков по воротам. Гол, как говорится, назревал. И он стал для нападающего Динамо Марка Коцевича первым в высшей хоккейной лиге. На 39-й минуте вчерашний игрок молодежки Белоголубых, подкараулив рикошет от соперника на пятаке, развернулся перед вратарем и с неудобной руки протолкнул шайбу за линию ворот. 1-1. Команды обе играют активно. Мы начали играть более активно. Динамо тоже начали более активно играть. Привело так голам к забитым. Такие голы оба, конечно, немножечко сумбурных, но когда много бросаешь, все равно вратарь устает и где-то может зевнуть, как вот и случилось дважды. В дебюте заключительной третьей матча подопечные Сергея Орешкина использовали большинство. Сергей Орлов пробил в касание после передачи Ильи Шипова. И впервые в этом матче вывел динамовцев вперед. 2-1. Хозяева надежно храняли добытое преимущество, а Георгий Кузнецов отражал все, что летело в его ворота. Финальный штурм Цэнг Тоу был хорош, но не результативен. Китайская серия в Твери получилась сверхудачной для динамовцев. Три победы в основное время и шесть очков в турнирную таблицу.